Продолжаем наш эфир, традиционно обсуждаем наиболее важные вопросы. У нас в студии Георгий Бестрахов, председатель Совета Крымского Республиканского Союза Ветеранов. Здравствуйте, Георгий Дмитриевич. Итак, считанные дни остались до Большого Праздника, до Дня Победы. Какие мероприятия уже прошли, какие только планируются в преддверии этой даты? Всего из запланированных мероприятий, а их порядка более 100 мероприятий, основные мероприятия, которые были спланированы при подготовке и проведении торжественных мероприятий 9 мая, часть прошло. Это прежде всего практически завершено строительство первой очереди мемориала в совхозе Красный. Процессовой презентацией работает электронная версия книги памяти, которая очень актуальна для крымчан была на протяжении последних лет. Проводятся всевозможные акции, как всероссийская, в которых участвуют ветераны, жители республики, так и республиканского регионального уровня на местах. 2 мая прошло такое знаковое событие для ветеранов партизанского и подпольного движения в Крыму, как партизанское маёвка на Агарском перевале, где приняли участие делегации, кроме Симферополя, при 11 городов и районах республики и города-героя Севастополя. Ежедневно практически в каждом городе, в каждом районе идут интенсивные мероприятия с участием ветеранов, молодежи, жителей по, скажем так, освещению событий Великой Отечественной войне, вкладу народа в освобождение нашей Родины. Приведены в порядок все захоронения советских воинов. Идет, завершается реконструкция в парке, в Симферополе, в парке Гагарина у могилы неизвестного солдата. И там же завершается создание аллеи героев Советского Союза, кавалеров орденов славы трёх степеней, четырёх медалей за отвагу, уроженцев Крыма. То есть вот такие основные знаковые мероприятия продолжаются и идут сегодня в республике. Георгий Ильич, ну вот вы сказали о том, что много проходит реконструкции непосредственно памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, однако вот зачастую мы знаем, что уделяют внимание лишь тем, которые в центре внимания находятся, в каких-то крупных городах, посёлках, а те, которые там где-то отдали, зачастую их не замечают. Вот как бы на сегодня какая ситуация с ними? Мы стараемся мониторить практически ежедневно ход выполнения мероприятий во всех регионах республики. Я скажу, начиная вот от Армянска, начиная с 8 апреля, когда уже началось освобождение Крыма от фашистских захватчиков, вот, мероприятия продолжаются и не ослабевают. Председатели наших ветеранских организаций, активисты всегда нас информируют, и я знаю, что с удовольствием участвуют молодёжь, школьники, жители администрации муниципальных образований, ветеранские организации во всех мероприятиях. Очень знаковые события идут в Керчи, вот в Симферополе проходит открытие мемориальных досок, проведение в школах, учебных заведениях выставок детских рисунков, выставок фотографий тех лет, уроков мужества. Это очень, скажу такая, в этом году, как никогда, интенсивность и плотность этих мероприятий возросла в разы. Вот есть такие сёла, посёлки, где, в принципе, уже не то, что участников Великой Отечественной не осталось живых, но даже свидетелей той войны. Вот на сегодня в Крыму какое количество ветеранов проживает? Значит, здесь надо понимать порядок цифр. Я начну, так вот будем говорить, с тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с оружием в руках. У нас проживает инвалидов войны категория 34740 человек и ветеранов боевых действий 1932 человека. Всего же категории, тут такой нюанс есть, что по законодательству, которое было в предыдущем государстве, там более широкая категория была, распространялась термин ветеран войны. Всего в республике, их ни в коем случае не убавили ни в льготах на субъектовом уровне, сумма составляет 58 тысяч, где-то 670 человек. На сегодня вот те проблемы, все мы знаем, сложности, с которыми зачастую сталкивались, по крайней мере, до данного периода времени, это и жилье, и какие-то социальные гарантии. Вот на сегодня насколько сложно живется ветеранам и насколько активно оказывается помощь и поддержка? Ну, не будем кривить душой, говорить, как оно есть на самом деле. Значит, первое, надо всем понимать, что материальное положение ветеранов войны после возвращения на свою родину в Российскую Федерацию возросло гораздо. Сегодня говорить о пенсионном обеспечении ветеранов войны, честно говоря, что недостаточно, не приходится. Что касается социальных выплат, они в полном объеме проведены уже на сегодняшний день. Все, которые были положены федеральным льготникам и льготникам, которые на учете являются предметом рассмотрения крымских властей, все эти выплаты проведены. Суммы тоже весьма значительные, начиная там от 9 тысяч и до 500 рублей. Квартирный вопрос. Решение правительства есть, программы утверждены. Только буквально в ближайшее время будет введен в дом, в строй дом и будет открыть его для ветеранов войны, которые бесплатно должны получить жилье до конца года. Также планируется порядка 160 ветеранам предоставить это жилье. Тем, кто нуждается в капитальном ремонте жилья, деньги заложены и установленным порядком будут выплачены. Есть вопросы, конечно, в медицинском обеспечении, потому что система несколько отличается от той, что было ранее. Но, тем не менее, насколько я общаюсь с министром здравоохранения, товарищем Могилевским, врачи доходят до каждого ветерана войны с целью узнать его реальное состояние здоровья и чем не можно помочь. Поэтому, ну, внимание к ветеранам войны сегодня самое пристальное, это будем говорить честно. Однако, полагаю, что в большей степени ветеранов, наверное, интересуют не материальные какие-то блага, а в первую очередь непосредственно память о том подвиге, который был совершен нашим единым сплоченным народом в те годы страшные. Но вот на каком уровне сейчас находится патриотическое воспитание молодежи и насколько ветераны еще могут принимать участие в нем? Ну, надо понимать, что ветераны Великой Отечественной войны, как правило, уже люди, которым за 90 лет. Естественно, ну, есть у нас такие вот активисты, которые независимо, несмотря на свой возраст, продолжают принимать активное участие в воспитании молодежи. Это вот кавалер трех орденов славы Иван Павлович Клименко, генерал-майор в отставке. Это Виль Галямыч Уросбахтин, полковник. Это наш вожак партизанского движения Александра Федоровна Андреева, которая дома проводит и уроки мужества, к ней школьники посещают и так далее. И масса других ветеранов по нашим регионам, не только в нашей столице, которые постоянные гости в школах, учебных заведениях и с удовольствием с ними общаются дети, учащиеся. И они рассказывают о том, как они защищали нашу родину, какой ценой. Я думаю, это самая лучшая наглядная связь поколений, которая сегодня происходит. Вы сказали, упомянули Книга памяти, проект, который стартовал. Что он собой представляет? На протяжении где-то пяти лет Совет ветеранов республиканский был инициатором создания этой такой версии, потому что в 1994 году вышел восьмитомник печатной Книги памяти, в которой включено порядка 72 тысяч воинов, партизан, подпольщиков, которые погибли в Крыму. Тем не менее, обращения граждан происходили тогда со всех других государств, и мы были одним из тех немногих регионов, где не было такой версии Книги памяти. Спасибо сегодня нашему руководству республики, прежде всего, главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову, его заместителю, министру информации и внутренней политики и связи Полонскому Дмитрию Анатольевичу, которые, будем так говорить, за два месяца с их подачи, эта версия была сделана профессионально, ее можно всегда оценить, зайдя на соответствующий ресурс в интернете. И она позволяет, самое главное, что вносить туда изменения, дополнения. Георгий Ильич, вам побольше таких проектов, успешных реализаций, вас с наступающим праздником. У нас на этом все, но мы не прощаемся, оставайтесь с Первым Крымским.